Музыка Я хочу сказать отрадные вещи. Знаете, в пустыне многие встретили Господа. Вы помните, к Моисею Господь заговорил в пустыне? Вы помните, к Агаре Господь заговорил в пустыне? И мы сегодня будем много говорить об Агаре. Я вам скажу одну вещь. Знаете, в пустыне очень сильно, говорят, страдали женщины, когда израильский народ много-много лет ходил по пустыне. И знаете, там было такое положение, что вот одежда не изнашивалась, вообще не старела, а им так хотелось что-то новенького. Слава Господу! Я смотрю, вы вчера были настолько прекрасны. Я была влюблена в вас. А сегодня, я смотрю, вы опять в новом. И вы такие опять прекрасные. И я думаю, когда же было лучше, вчера или сегодня? Трудно сориентироваться. Но знаете, я вам хочу сказать о том, что и вчера, и сегодня, и сейчас здесь обитает Дух Божий. Это та пустыня, по которой мы идем в нашей жизни. Но в пустыне там обитает Дух Божий. Там есть надежда, что мы встретимся с Ним, и Он заговорит к нам. Вы знаете, я часто прохожу сама пустыню. И вот Бог проговорил в мое сердце назвать эту конференцию «Ты, Бог, видящий меня». Знаете, в нашей жизни часто бывают такие обстоятельства. Вот если у нас кто-то обидел, нам кажется, вот если бы Бог увидел, насколько это несправедливо, пусть бы Бог увидел, как мы страдаем, нас обидели, и вот мы несем эту тяжесть. А иногда мы сами что-то делаем дерзкое, вероломное. А иногда что-то мы кого-то не можем простить, или кого-то чуть-чуть осуждаем, или еще что-либо делаем, то, что не есть воля Божья. И нам кажется, ну, может, Бог как-то не так видит меня. Лучше бы, конечно, было бы, чтобы не видел. Но я хочу сказать, Бог, Он видит нас во всякое время. Слава Ему за это. Хотелось сказать мне, что через женщину положено начало в этом мире. Вы помните сотворение всей вселенной? В основе опять была женщина. Вы помните, как женщина, одна из первых людей на земле, была обманута своим доверчивым сердцем. Она доверилась дьяволу и сделала то, что не нужно было делать. И пришла на эту землю полная катастрофа. Пришли болезни. Земля старала произрастать сорняки. Пришли безрадостные дни. Но знаете, Бог благ к нам. И Он дает нам всегда торжествовать в Нем. И Он имеет один благие намерения о нас. И знаете, что было дальше? По Своей благости Господь опять воздвиг рождения Сына Своего через дочь Свою, Марию. Он презрел на смирение ее и дал нам надежду, и дал нам избавление. И смотрите, как Господь взял в удел женщину. Через женщину пришел тупик. Через женщину пришел выход. И я хотела бы сказать всем, кто смотрит в онлайн, всех, кто слышит нас, я хочу сказать во имя Господа, ободритесь, потому что Бог имеет добрые намерения по отношению к женщине. Хочу сказать, что Господь нас учит, как человек учит Сына. Точно так же Господь учит нас. И знаете, мне хотелось бы, чтобы мы научились, научились Божьим урокам через некоторую историю. Я сейчас ее прочитаю. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей. От нее Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей виновен ты. Я отдала служанку мою в недра твою, а она стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою. И сказал Авраам Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Я хочу сказать на этой истории, давайте посмотрим так. Авраам, это был муж Божий, он знал Бога Живого. Они поклонялись Богу Живому. Идя по пустыне, Авраам то и дело сооружал жертвенники и строил Господу памятники хвалы. И хочу сказать, что вот эта женщина, девушка Агарь, которая жила с ними десять лет, она это видела. Она видела, она была родом из Египта. В Египте не служили Богу Живому. В Египте они поклонялись всяким идолам. А это был Бог Живой. Агарь могла видеть эту разницу, но она никак не интересовалась Господом. Но всякий раз, и все люди так, если к нам приходят какие-то трудности или притеснения, нам хочется поскорее избавиться от них. Я не видела счастливых людей во время трудностей, но после испытаний, после страданий люди были счастливыми. Еще хочу сказать о том, что когда эта история происходила, то Писание говорит, что в этом доме была госпожа Сара и ее рабыня Агарь. И также в этом доме жил Авраам. И раб у него был Елеазар. Но я хочу вот что сказать. Посмотрите на вот эту разницу отношений. Авраам живет в своем доме, и его отношения с его рабом почти как с другом. Вы помните, однажды даже Авраам вздыхает и говорит, когда я умру, у меня нету детей, кто будет наследником в доме? Наверное, этот раб с Дамаска, Елеазар. Потому что не на кого передать мое имение. То есть он был расположен даже к этому. И посмотрите на отношения Сары и Агарьи. Напрашивается просто вывод, что женщины, они часто делают погоду в доме. Понимаете, от них много зависит. И я хочу сказать со всей моей уважением и любовью к женщинам, я хочу сказать о том, что у нас большая ответственность иметь хороший духовный климат в своем сердце прежде всего, и чтобы он передавался в нашем окружении. Я скажу вам всем, что мы, живя по жизни, просто учимся. Каждый раз у нас новые ситуации, новые поражения и новые победы. И я хочу сказать о том, что наша семья – это наша первая библейская школа. Там мы сдаем зачеты, там мы сдаем уроки, там мы учимся жить, там наши ошибки, там наши победы. Слава Господу за то, что Он с нами везде и видит нас. Дальше я хочу сказать о том, что, согласитесь со мной опять же, что все-таки от женщины зависит многое. От женщины зависит, какие отношения сложатся у наших детей с Господом. И от женщины зависит, какие потом будут дальше отношения с Богом по жизни. Возьмем такой пример. Вы помните ситуацию, когда было две жены у мужчины – Финана и Анна, помните? И они ходили в храм на праздники, и там вместе старались праздновать. Но ситуация была такая, что Финана, она имела детей, и она этим превозносилась. А Анна была кроткая и смиренная женщина, но у нее не было детей. У нее сердце было скорбящим, потому что не было детей, а это было позором для Израиля. И я хочу сказать, что всякий раз, когда они сходили, Финана не упускала возможность, чтобы как-то ее не унизить, что-то не сказать ей обидное. Но посмотрите на это кроткое и смиренное сердце. Я хочу сказать, что все образы в Библии для того, чтобы мы учились. И я хотела бы сказать, дочери царские, давайте научимся царским манерам. Давайте научимся. Анна, она плакала и говорила нужду свою Господу. Она плакала и не воздавала злом. Она хранила свое сердце. Посмотрите, что дальше было. Она родила сына. Господь призрел на ее нужду. И написано, Адана до Версавии не восставало более пророка, чем был пророк, сын Анны, Самуил. Это был человек Божий только лишь потому, что мама была на своем месте. Мама была христианкой. Она не шутила, не заигрывала со злом. Она не отвечала злом. Она хранила сердце чистым. И свое служение Господу, и все свои приоритеты она передала своему сыну. И вырос маленький сын. И он что-то взял от мамы. Кто-то скажет, ну, отец – это глава семьи. Да, отец – глава семьи. Никто не спорит с этим. Но многие вещи передаются через маму в сердца наших детей. Дальше я хотела бы сказать о том, что вы помните, когда была ситуация, что Павел говорит Тимофею, молодому служителю, говорит, «Я знаю нелицемерную веру твою, которая пришла к тебе через твою бабушку и через твою маму. В доме молодого служителя Тимофея был отец неверующий. Но мама и бабушка, они создали микроклимат, чтобы вырос этот сильный муж Божий и стал служителем Божьего народа. Слава Господу за сильных женщин. Слава Богу за умудренных бабушек. Слава Господу за мирных сердцем матерей». Еще хочу сказать о том, что Агарь, она бежала, когда было притеснение. Она хотела полегче жить, она хотела уйти от притеснения. Она избрала выход – бежать от трудностей. Так часто делаем и мы. Но хотелось бы мне сказать, что не всегда нам стоит убегать от трудностей. Знаете, Бог так устроил нашу жизнь, что над всем всегда остается Он Царь. Последнее слово всегда за Ним. И если Он отмерил тебе пройти какой-то отрезок пустыни, какую-то трудность, ты обязательно должен пройти. Иногда, проходя ее, мы должны извлекать уроки. Я хочу сказать вам о том, что я в какой-то степени говорю о пустыне, потому что я ее сама сейчас прохожу. И я скажу, что, знаете, нет ничего горче на свете, чем смерть. Я сделаю этот вывод и скажу, что после похорон гораздо труднее, чем во время похороны. Еще скажу о том, что если бы в этой ситуации не Бог, то, знаете, не дай Бог, если бы не Бог. И я скажу, как хорошо, что есть на земле Дух Святой. Как хорошо, что Он поддерживает нас. Как хорошо, что Он ведет и управляет нами. И я скажу, что я приехала с отпуска. Я была в длительном отпуске. Никогда в моей жизни не было отпуска полтора месяца. Сколько я вот прожила. И не было такого длинного отпуска. Я хочу сказать, что Бог повел меня немножко. Я увидела кое-что, услышала, чему-то научилась. И это всегда приятно. Я скажу, что у меня есть подруга одна в Москве, Нина Ряховская. Когда случилось горе, она первая позвонила мне и сказала, я куплю тебе билет, Наталья, приезжай. Приезжай. Я возьму все расходы на себя. Приедь. Я приехала к ней. Я была в этом доме. Меня очень хорошо принимали Нина Сергея Васильевича. И я скажу, что я очень благодарна им. Я много училась. Я училась, как они служили мне. Я училась служить вам. Я училась и многое черпала от них. Нина, она восполняла все мои нужды. Я была удивлена. Она как мама опекала меня. У меня заболел только зуб. На утро я встала, она говорит, уже appointment у нас. У меня там что-то где-то случилось. Она раз и восполнила мою нужду. Она заботилась обо мне. Я так чувствовала вот эту теплоту сестры заботливой. Я очень благодарна. Дальше я попала в Киев. Я очень мало знала Светлану. Мы несколько раз встретились с ней. Она также захотела поучаствовать в моей судьбе. И она часто мне предлагала своего личного водителя. Если тебе нужно, пусть он послужит тебе. Говори, что тебе надо. Я просто была удивлена, как Господь, Он заботился обо мне. Я первый раз поехала без мужа. Я немножко боялась, скажу вам. Как-то было очень одиноко. Я жила в Киеве месяц, одна в офисе. И часто было одиноко. Но вот это окружение моих друзей, оно давало мне силу. И еще я вам скажу одно маленькое свидетельство. Я очень благодарна каждой, кто когда-нибудь помолился обо мне. Знаете, бывает такая пустыня, что кажется, ты летишь, как в пропасть. Нету дна. Тебя засасывает. Кажется, в печали заклебнешься. Но каждый раз в этой печали, как будто кто-то ставил предохранитель. Чтобы я не упала на самое дно. Господь поддерживал меня. Он восполнял мои нужды. Он ободрял меня. Дальше я была в Англию. И привезла вам много теплых приветов из церквей Англии. И там я тоже встретила прекрасных людей. Они передавали всем вам привет. Может быть, даже в гости к нам приедут. Я хочу сказать, что Бог не оставляет нас очень одних. Все равно Господь не дает нам своих силы. Все равно мы всегда можем надеяться на Него. И я думаю, все, кто пришли сегодня на эту конференцию, вы пришли с надеждой в сердце. И я теперь скажу вам очень смело. Ободритесь, надеющиеся на Господа. Расправьте свои крылья. Господь – помощь наша. Он поможет нам. Он поможет нам, потому что Он один, который имеет добрые намерения о нас. Дальше опять мы возвращаемся к своей Агаре. Смотрите, что было с Агарью. Агарь не хотела идти трудным путем. Она хотела как-то этот путь обойти. И мы многие часто делаем тоже. Но давайте научимся. Смотрите, что делал в такой же ситуации Давид. Я не буду читать из Библии, чтобы не занимать много времени. Вы можете дома почитать эту историю. Было в жизни Давида трудный период времени. И вот он и шел у подножия горы со своими людьми. А наверху горы шел один человек злой. И этот человек злословил Давида. Он кидал на него камни, кидал на него пыль, злословил. И шли люди рядом с Давидом, преданные ему, и говорили, Давид, посмотри, что он делает. Давай я убью этого пса. Почему он злословит тебя? И знаете, что сказал Давид? Он говорит, не трогай его. Не трогай. Бог ему позволил. Мне нужно пройти вот это. Вы понимаете, как хорошо Давид усвоил уроки страданий. Он говорит и понимает, что если Бог позволил, то этому будет начало, и этому будет конец в свое время. Бог знает, сколько отмерит тебе пройти этой пустыней. Он понимал, что вся его судьба, вся его жизнь, все зависит от Господа. И знаете, что Давид сделал? И я вывод сказал. Он сказал однажды так, что прежде страдания моего я заблуждался. А теперь завет твой храню в сердце моем. Что я хочу этим сказать? Что Давид сделал выводы, что в страданиях он многому научился. И он говорит, что прежде страданий у него было много ошибок в жизни. Где-то он был неправ, но, говорит, после страданий. И я что-то перебрал в своей жизни. Я что-то переосмыслил. И он говорит, я заблуждался. А теперь он понял. Он понял просто, что над всем всегда стоит Господь. И наши пути с вами пред Богом, они должны быть праведны. Потому что наши дети, они как губки, все это всасывают, видят и смотрят. И оно так прививается. Иногда мы нашим детям что-то толкуем, толкуем, рассказываем. А оно никак. А потом смотришь, какое-то время прошло, и оказывается усвоил. Оказывается работает. Вот все до мелочи оно всасывается в наших детей. И все они потом что-то унаследуют от нас. Поэтому нам нужно особенно бдительными быть. Мамы и бабушки, дорогие мои, я хочу, чтобы мы все просто были готовы нашими сердцами передать нашу веру нашим детям, нашим внучатам. Просто передать. В это время последнее. Мы имеем большую ответственность в этом. Чтобы мы могли передать веру. Передать новому поколению. Чтобы они были спасены. Дальше я хочу сказать о том, что Агарь, она видела, как служит Авраам, ее господин Богу Живому. Но нигде нет такого, чтобы и Агарь пробовала, или пыталась служить, или хоть как-то участвовала в этом, или поддерживала это. Но скажу одно. Она бежала. Но когда она бежала, и вот момент. Господь заговорил к ней. И смотрите, что Господь сказал. Он сказал ей. Агарь. Он назвал ее по имени. Господь каждую из нас знает по имени. Каждую из нас, куда бы мы ни шли, и где бы мы ни были. А дальше он говорит. Служанка Сарина. То есть он знал притеснение. Он знал, где она находилась. Он знал, что она переносила. Он все знал. И в этих словах Агарь вдруг поняла. Это Бог Живой. Это не идол, которые были в Египте. Она вдруг говорит. Ты Бог, видящий меня. Она осознает, что это Бог Живой. И это Бог Всемогущий. От Него она не уйдет. И Господь говорит. Возвратись к госпоже своей. Я не нахожу, чтобы Агарь как-то поменяла свою веру. Но я нахожу, что эта встреча произвела большое впечатление. Почему? Потому что, когда возвратилась Агарь в дом, где ее притесняли, нигде больше не пишется, что они опять ссорились. Как было, Бог один знает. Но, наверное, не ссорились. Все-таки, наверное, что-то произошло в сердцах этих женщин. Женщины всегда делают погоду в доме. Хотим мы это признать или нет? Нет. Но я хочу сказать, нам вдвойне нужно бодрствовать. Нам вдвойне нужно знать свои слабости. Мы народ более эмоциональный. Мы не всегда умеем ждать. Мы не всегда, может быть, имеем терпение. Но я хочу сказать вам, у нас большая привилегия. Дух Святой в помощь нам. А Он имеет благие намерения. Он тот, который видит нас во всех ситуациях нашей жизни. И дальше смотрите, что было. И дальше подрастают два мальчика в доме. Смотрите на положение одного мальчика и другого. Смотрите на уроки, которые мама преподает одному и другому. Вы помните картину, когда Исаак идет на гору, и Авраам намерен принести его в жертву. Ему он подросток. Но он понимает, он видел, как отец служит Богу, как он приносит жертвы. И по дороге он без конца его спрашивает. Папа, вот дрова, а где жертва? То есть он понимал, как начнется жертвоприношение и как оно произойдет. Исаак знал это, потому что и мама, и папа учили его. Он впитал это от своих родителей. Но посмотрим на Измаила. Он не интересуется. Он прожил 13 лет в доме Авраама. Но какого-то интереса к Богу он не проявлял. Почему? Потому что мама Агарь не проявляла. Мама Агарь этому не учила. Мама оставалась неверной Господу. Не знаю, какие у нее были отношения, но нигде дальше не говорится о том, что они служили Богу. Какие-то выводы, может быть, они сделали. Может быть, они даже признали, что есть Бог живой. Но ничего не сказано другого об этом. И дальше хочу сказать, что, знаете, женщины, я хотела бы всем вам сказать, что есть вещи, которые нам очень нужны. Есть вещи, которые очень ценны пред Богом. Есть так написано, что жаждущие, идите все и покупайте. И написано, даже вы, у которых нет и серебра, и золота. А кажется, ну а как же купить? А там опять идет этот стих, и второй раз говорится. Покупайте. Так вопрос, а за что же купить, если денег нет, если серебра нет? И я хочу сказать, что, знаете, имеет большую цену наше смирение. Иногда есть вещи, которые покупаются за жертву смирения. Вот за эти жертвы Господь просто вознаграждает нас, чтобы мы были послушны своим мужьям, чтобы мы были послушны нашему Господу. Не ходит серебро и не другая плата, но ходит вот это смирение наших женских сердец. И Бог покрывает нас благословением и своим благоволением. Слава Ему за это! Дорогие женщины, я хотела бы всем вам сказать, расправьте свои крылья, ободритесь. Если что-то у вас не получалось, надейтесь на Господа. Он в помощь вам, Он поможет вам. И сейчас я хочу, чтобы мы просто помолились, что давайте согласимся. Мы все люди разные. У нас есть в каждого свои ошибки, свои недостатки, свои слабости, свои какие-то колкости в наших характерах, в нашем поведении. И я хотела бы, чтобы сейчас у нас была молитва, согласие, чтобы мы просто попросили Господа, чтобы мы были женщинами мудрыми, чтобы мы были достойными дочерями царскими, чтобы у нас были навыки царские, чтобы мы продвигались по этой жизни в особенном помазании Господнем, чтобы мы благодарили Господа за всю ситуацию, что мы встречаем в нашей жизни, за то, чтобы мы просто передали нашу веру нашему поколению.